Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 27 сентября и я наконец-то собрала почти все томаты с открытого грунта. Если раньше я собирала только спелые, хорошие, то теперь, видите, я обобрала всю малышню, всё. И вот это, вот эти вот лотки, вот эти томаты, как раз у меня сейчас пойдут на всякие перекрутки, заготовки, где не очень нужно ни размера, ни там, ну если до этого, когда мы солим, нам нужно такое или мясистое, такое или форма какая-то, вот на таких, как вот этот всякий, ну аджики, всякие аппетитки, закуски, тут не нужен нам ни размер, ни сильно мясистость, нам нужна просто вот эта томатная масса, вот налечь, я сейчас как раз разгар перцев, буду всё это перекручивать, уваривать, томатов ещё много у меня в теплице не убрано. И я хочу сказать, для чего я сюда пришла снять. Я вот сейчас посмотрела первый раз за сколько-то там, 7 или 10 дней зашла в интернет, потому что, может быть, некоторые люди не понимают, вот мою загруженность, интенсивность моей работы. Я не могла даже, я вот снимала всё это время, несколько видео сняла, у меня даже нет времени выложить видео в интернет, потому что у меня наступила пора перцев, то есть перцы спеют, их надо, с них семена надо вытряхивать, просушивать, всё это делать. Перцы передерживать нельзя, они чуть что могут загнить, заплесневеть. И я вот с перцами занимаюсь с утра до вечера, томаты у меня пока что лежат вот такие, как дозариваются, я могу сделать заготовку и через неделю. Но я сюда пришла, потому что я сегодня зашла первый раз в интернет и увидела комментарий, ну я там поздние такие делала видео, в середине сентября, по-моему, и девушка спросила, а почему нет фитофторы? Ну вот на томатах, вероятно, или на кустах? И я действительно пошла посмотреть, я никогда над этим не задумывалась, вот у меня не только здесь, у меня вот и тут второй этаж, у меня всё тут уставлено, видите, вон там все зелёные, я сняла всё, что на улице, я почти всё сняла. Я посмотрела все плоды и действительно фитофторы на плодах вообще нет, и почему-то я об этом не задумывалась, вот у меня даже самые, казалось бы, те, которые даже снимать, можно было бы и не снимать, вот эти вот крошечные малыши, вот видите, они зелепупыши, они уйдут, потом доспеют, уйдут на заготовку, сейчас дальше ещё пройду, посмотрю. Вот последняя Казанова, вот эта мелочь, вот Дебарао, которая вдоль забора была, я все-все-все ободрала, потому что у нас ночные заморозки подходят, и нет ни одного тёмного томата. Ясно, что я их вот сюда уже не выбирала, не перебирала, сдирала всё подряд, вот вы видите, здесь они и с травой, и с листьями совсем, но даже самые маленькие, самые такие, казалось бы, непрезентабельные, сейчас ещё перейду на другую сторону, ой-ой-ой, у меня тут всё, вся теплица завалена томатами, вот видите, уже и такие всякие запупыши, всё. Фитофторных нет, так же, как нет фитофторы на зелени, почему так происходит, я не знаю, казалось бы, поздно, уже и был мороз, и фитофторы нет у меня не только в этом году, в прошлом году тоже не было, я уже не помню, когда она была, не знаю, почему так происходит, может быть, я вот могу дать такое объяснение, что я же всегда весной вам ещё говорила по несколько раз, что чем сильнее рассада, чем здоровее растение, тем меньше оно восприимчиво вот ко всем этим болячкам, меньше оно цепляет и фитофтору, и кладоспариоз, и она доживает до самой-самой глубокой осени, но почти уходит под снег, они все уходят здоровыми, я потом покажу вам там ещё грядку-ленивку, где совершенно зелёная зелень, которые, листья ещё зелёные и цветут, и никакая фитофтора их не берёт, возможно, это, скорее всего, всё-таки зависит от качества, от здоровья рассады, а не от того, что вот наступила осень, и, значит, обязательно должна быть фитофтора, скорее всего, это не обязательно, подождите, перейду опять сюда, скорее всего, фитофторы, это не обязательно осеннее явление, можно обойтись и без фитофторы, но вот у меня, я сейчас специально зашла в теплицу, и все эти вот, как, ну, последыши, которые люди некоторые даже и не применяют, просто мне было так удобнее, я содрала с кустов всё, до самых-самых мелких, и вы видите, что они тут не перебратые, они не выбранные, не на показ, а прям все и грязные, и всякие разные, но фитофторы на них нет, нет тёмных, есть, конечно, тут повреждённые некоторые гнилые, но это из-за того, что там, где откусили слизни, сделали уже дырочку, там уже томат потом начинает загнивать, но это совсем гниль, совсем другая, где он гниёт от повреждения, от трещинки или от слизня, видно, она отличается от фитофторного загнивания, когда фитофторы, там, тёмное пятно, и перцы также, перцы все тоже спелые, но нынче с перцами проблема, спеют позже, чем обычно, потому что весна, заморозки были долго, высадила поздно, весна поздняя была, пожалуйста, вот пишут мне, ну неужели не можете ответить там, что заказ получили или что-то, ну честное слово, нет времени, ну потерпите несколько дней, вот сегодня 27-е, у меня послезавтра 29-го день рождения, сентября, и то я буду возиться с семенами, с перцами и с томатами, я не делаю исключения ни для выходных, ни для воскресенья, ни для чего, потому что работа сезонная, сейчас у меня сезон, самое главное мне получить качественные семена, вам от этого будет лучше, если я сяду за компьютер и начну отвечать на все сообщения, я буду писать ответы на все комментарии, мне некогда будет делать семена, некогда будет заниматься вот именно с овощами, потерпите несколько дней. Все, вот этот был видеоролик, ответ на вопрос, почему нет фитофторы, все-таки я считаю, как, ну это лично мое мнение, не знаю, может быть у кого-то другое мнение, я считаю, что приход фитофторы необязателен, можно несколько лет, можно участок вообще держать без фитофторы, если будет качественная рассада, если вовремя будете какие-то вы там, я вот нынче какие-то места обработала орданом один раз, какие-то вообще не обрабатывала, естественно грядка, ленивка, на которую я вообще не обращала внимания, там никаких обработок не было, ничего, но там фитофторы нет, несмотря на то, что уже октябрь через два дня и холодно стоит, и было сыро, ясные росы и туманы, здоровые растения, они все-таки сопротивляются, так что нам нужно, вот весной будем это начинать все сначала, нам нужно стараться вырастить как можно сильнее, здоровее и качественнее рассаду, если рассада будет здоровая, то будет и выход большой, товарный, урожай, и не заболеют растения, и будут очень-очень они допоздна плодоносить, вот петруша я вам показывала, что было много плодов-то, вот видите, вот это вот эти самые последние плоды, петруша на улице, все-таки у меня вызрел почти весь, один лоток всего сняла, зеленый, но это вот прям минимальная часть, самые последние, весь урожай я получила нынче без отхода, без урона, все, что сформировалось, все томаты, вызрели почти все, и если учесть, что у меня было более чем полторы тысячи корней, то остаток вот этой зелени, это очень маленький, почти все томаты вызрели на корню, все, вот у меня зеленых больше нет, вот эта кроха, эта капля в море, остальное я все сняла в спелом виде, до свидания, с вами была Ольга Чернова, у меня был большой перерыв, но вы меня не теряйте, я, конечно, понимаю, мне лестно, что вы обо мне расстраиваетесь, что куда-то я делась, но вы неужели не понимаете, что сезон, сезон, вот самый такой сезон, если у всех томаты отошли, некоторые даже повыдергивали, то у меня еще и томаты в теплице, многие еще даже там спелые висят, несорванные, я их не рву специально, чтобы они не испортились, перцы спеют в теплице, у меня еще только разгар, я и начинаю раньше всех, и заканчиваю позже всех, все, до свидания, пошла работать, не теряйте меня, ни один платеж и ни один заказ еще никогда не потерялся, так что никто, вы не потеряетесь, все будет нормально, потерпите немножечко.